Ну вот мы узнали, что красноярцы любят делать неторопливо, а все-таки на работу-то, собираясь, нужно поторопиться. А часто бывает так, что в пробке застрянешь и очень долго на работу добираешься. О, это да, это точно. Мы сегодня еще расскажем вам о том, какие участки дороги в Красноярске просто надо как-то обходить мимо, чтобы успевать на работу. Но на самом-то деле наш корреспондент Дмитрий Дичков уже отправился на остановку и решил выяснить у горожан, как же быстро они-то добираются до своей любимой работы. Дима, доброе утро! Доброе утро, Дима, рассказывай. Доброе утро, студия. Буквально минуту назад на остановке локомотив было очень людно. Вот за 15 секунд до того, как коллеги начали подводиться ко мне, к моему прямому включению, здесь было человек 20-30. Все сели в автобус и уехали. Кстати, по статистике, примерно половина процентов, а именно 49% красноярцев отправляются на работу на общественном транспорте. Уходит у них на это примерно 30 минут у большей половины. 18% от всех красноярцев тратят дольше, чем 30 минут на поездку на работу. Мне бы хотелось все-таки найти кого-то из красноярцев сейчас здесь, чтобы уточнить, сколько он тратит времени на поездку до рабочего места. Давайте познакомимся прямо сейчас, сделаем это. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, телеканал «Анисей», «Утро на Анисей». Как вас зовут? Яна. Яна, очень приятно. Сегодня мы делаем опрос. Скажите, сколько у вас уходит времени на поездку до рабочего места? А я сейчас не на работу еще. Угу. А вообще... А что я хожу пешком? На работу уходите... У нас статистика сегодня есть. Вы входите всего в 10% красноярцев, которые добираются до работы пешком. Сколько у вас на это времени уходит? Минут 10-15. Минут 10-15. Скажите, а как вы собираетесь на работу? То есть вы предпочитаете вставать пораньше, чтобы делать все размеренно или наоборот быстро? Сначала я ребенка отвожу в садик, поэтому сейчас я стою здесь и собираюсь ехать домой, а потом уже пойду на работу. Ну, за сколько вот вы встаете примерно, если... Ну, учесть, что вам, к примеру, в 9 часов нужно быть на работе, во сколько вы просыпаетесь? В 6.40. Делаете все неторопливо? Нет. Делаете все неторопливо? Я просто вот по своему примеру расскажу. Я предпочитаю вставать там за час до того, как мне нужно быть на работе. Я с вечера все готовлю, чуть ли там не яйцо на сковородку разбиваю, лишь бы только потом поставить на жарку. Нет, нет, нет. Все размерено, все уже по плану, все по расписанию, поэтому нет спешки. Хорошо, спасибо вам большое, удачного рабочего дня. Я предлагаю познакомиться еще с одним красноярцем. Симпатичная девушка рядом с нами сейчас находится. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я становлюсь мне плохо с речевым аппаратом, поэтому... Ну что, давайте попробуем скороговорочку, сейчас сразу вместе зачитаем. Ладно. Хорошего дня вам. Ну, ничего страшного, это прямой эфир. Предлагаю еще попытать удачу. Рядом со мной находится спортивная девушка. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Как вас зовут? Екатерина. Екатерина, сегодня спрашиваем у Красноярства, сколько они тратят времени на поездку до рабочего места. Сколько у вас уходит? Ну, где-то от часа до полутора. От часа до полутора часов. Скажите, за сколько вы просыпаетесь? Ну, за два, за тридцать. Делаете все неторопливо, размеренно или наоборот, в динамике собираетесь? Размеренно. Предпочитаете не торопиться, спокойно все сделать, проснуться? Да, предпочитаю все делать так, чтобы никуда не спешить. Хорошо, приятно было познакомиться, хорошего вам дня. Ну, дорогие красноярцы, сегодня в день неторопливости я прошу вас сделать себе небольшой отдых от динамичного утра. Попейте подольше кофе, почитайте газету, понаслаждайтесь этим замечательным теплым утром. Ну, а о погоде расскажут коллеги.